Для того, чтобы войти в первый зал книжной капеллы, необходимо распахнуть эти врата. Перед вами копия врат флорентийского буктистерия Лоренци Гиберти, которую для нас любезно выполнили художницы из Эрмитажа. И мы надеемся, что в некотором роде мы создали для него книжный рай. Добро пожаловать к нам в книжную капеллу. В нашей капелле четыре зала. Они тематические. Первый зал на первом этаже – это зал капеллы «Апостолы в книге». Здесь содержится наша историческая библиотека, и он сделан как некая наша дань первым книжникам, историкам. На втором этаже этого же зала находится библиотека иллюстрированных изданий, периодической литературы. Также у нас есть зал книги странствий. Там в основном содержится географическая библиотека и зал книги воин. Там военно-историческая библиотека, а также коллекция русских охотников. Этот зал воссоздан специально для того, чтобы человек мог ощутить атмосферу замка короля Артура. Здесь есть у нас круглый стол, камин, который выполнен специально для нас и уютно потрескивающий в нем огонь. Есть даже меч в камне, который невозможно вытащить на самом деле. Были попытки, но вот, видимо, он ждет своего тоже истинного героя. Это наша лестница, которая называется башня Мерлина. «Столица и усадьба» был очень популярный журнал в начале 20 века. Читая его, можно узнать, чем на самом деле жил Петербург. Здесь есть и афиши, и стихи, описание культурных событий, архитектурные моменты, каким образом лучше обустроить свою усадьбу. Здесь есть и реклама автомобилей первых, появлявшихся в то время. В среднем один том периодических изданий у нас стоит от 30 тысяч рублей. Обратите внимание на бумагу. Дело в том, что все книги мы максимально пытаемся сделать приближенными к их изначальному оригиналу. Специалисты очень долго подбирают бумагу, чтобы она была аналогично старой. Делают кожаные переплеты, воссоздавая переплеты того времени. «Конечно, у нас есть некоторые правила посещения. Как и в любой библиотеке, человек должен соблюдать тишину. Мы попросим отключить сигнал мобильного телефона, и мы выдаем нашим гостям перчатки, чтобы они работали с книгами в них. В первую очередь мы, конечно, рассчитываем на людей, которые действительно любят печатную книгу. У нас можно забронировать рабочее место, книги не обязательно приобретать. Тюйк может прийти и ознакомиться с интересующей его литературой, здесь почитать в тишине, в покое. Приятно провести время с хорошими печатными книгами.